Добрый вечер, господа, уважаемые любители шахмат, с вами Владимир Добров, и мы сегодня завершаем обзоры лучших партий тура, партии Сергея Корякина, который сегодня на мажорной ноте завершил свое выступление, одолев индийского шахматиста Видита. Итак, сегодня у нас Сергей начал королевской пешкой, Видит вчера сыграл не самым лучшим образом, и очевидно, что для многих шахматистов турнир сложился крайне непросто, в том числе и физически, поэтому сегодня Корякин выбрал такую линию поведения спокойную, идет четырех коней, который трансформировался в известную табию. По сути дела, решил проверить своего оппонента на знание. Видит один из немногих шахматистов, который, безусловно, имеет прекрасную дебютную подготовку, тем не менее, сегодня для него партия сложилась весьма непросто. Итак, Сергей уже играл так неоднократно белыми, ход слом до два, я отмечу достаточно хитрый ход, который позволяет, точнее не позволяет, а предлагает черным приобрести пешку центральную. Здесь черный имеет выбор между взятием конем и взятием пешкой на Е4. Ну и вот, в случае взятия конем, как уже отмечали наши уважаемые комментаторы, Евгений Домашевский и Александр Костенюк, белые здесь имеют инициативу, так как здесь прекрасный слон. При разноцветных слонах, при тяжелых фигурах атаки особенно опасны, поэтому здесь, в общем-то, инициатива белых, безусловно, присутствует, хотя, конечно, эти позиции все равно являются весьма крепкими. Тем не менее, видимо, такой ход для Ведита, такой ход партии был, наверное, несколько неудобный. Поэтому он пошел до Е, и после взятия на Ф6 возникла достаточно известная форсированная позиция, которая встречалась неоднократно на практике. Очень много здесь партий, здесь после слона Е4 черные иногда играли слон А6, но Ведит шел по известным проторенным путям. После взятия на С6, ладья Б8, ладья Б1, партия переходит очень быстро в Эншпель. И, по сути дела, здесь надо сделать несколько точных ходов, которые, в общем-то, Ведит и делал. Знал он партии предшественников, ладья Д8, слон Ф3, то есть белые сейчас готовы врываться на Б8, поэтому черные подводят короля на Ф8. И после ладья Б8, ладья Е8, А4, естественно, белые не зевают мат по первому ряду, слон А6. Возникла, в общем-то, известная для топовых шахматистов позиция, которая встречалась в партиях Игоря Щука и Карлсона, которые защищали позицию черных. И вот в отличие от Карлсона, который играл в этой позиции слон Е2, предлагая перейти в ладей на Эншпель. Здесь вот была такая вот у него идея после ладья Ц3 сыграть ладья Е7 и просто-напросто подвести короля с полным равенством. В этом случае, конечно, я думаю, что вообще в целом устраивало Сергея Корякина, потому что он проверял, по сути дела, на знание, как я сказал, Ведита. И, в общем-то, если бы он сделал 20-30 ходов, то 20-30 точных ходов, то он бы сделал, скорее всего, ничего. Но, тем не менее, так оно не случилось. А вот Александр Греччук делал ход ладья Е1, шаг. И после хода короля Х2 уже уходил ладью на Е5. Идея этого маршрута, маневра в том, чтобы после ладья Ц3 сыграть как раз-таки слон Е2. И после слон Е2, ладья Е2 мы видим, что пешка на Ф2 не защищена после ладья ЛюЦ7. Черные седают на Ф2, ну и, в общем-то, легко делают ничью с ладейным Эншпелем. Пешек слишком мало. В отличие от этих партий, Ведит сыграл ладья Е5 сразу. Не сказать, что этот ход как-то сильно хуже предыдущих ходов, но все же черным стоит ориентироваться на как раз-таки вот эти вот ладейные Эншпеля. Потому как при слонах белая ладья несколько более активна становится. Определенные нюансы, безусловно, есть. Ладья Ц3 белым цепляются к пешке Ц7, ладья Е7, ладья А3, ладья Е6. В общем-то, маневры достаточно стандартные. И вот о чем мы и говорили, что теперь белые при легких фигурах имеют больше возможностей, больше идей. И ходом слон Д5 белые перестраиваются очень прекрасно на Б3, защищая собственные слабости. Мы видим, что пешки, хоть и симметричны, но в отличие от черных, белые здорово контролируют свои возможные объекты. В то время как черным приходится задуматься об этой неприятной связке по линиям. То есть слон у них прикован к защите. А любое движение пешек, соответственно, создаст дополнительные ресурсы именно для белых. Итак, видит сыграл Ц5. Не сказать, что ход удачный. Скорее надо подтаскивать короля в таких ситуациях. Как мы знаем, король в Беншпиле должен быть активным. И пешка на Ц7 скорее более стабильна, чем на Ц5, потому как после Ц5 хороший ход сделал Сергей, сыграв ладья А4. То есть он, естественно, не дает сыграть Ц4 черным. И после хода Ж6 белые играют Ф3, начинают подготавливать движение короля. Черный сыграв ладья Д6, пытаясь как-то организовать какие-то встречные идеи. Допустим, на короле в 2 возможное, скажем, продвижение слон Б5. Надо, может быть, где-то отдать пешку на А7, но сыграть Ц4 и зацепиться за пешку Ц2. Ну, например, конкретно. Если мы посмотрим, вот такая вот идея у черных присутствует. И мы видим, что после слона А4 уже следуют тотальные размены. И, конечно, в этой позиции уже ничем белых и черных не удивить. Поэтому, сыграв ладья Д6, в общем-то, черные надеялись на эту идею. Однако, Сергей предупредил эту идею очень классным кодом Ц4, который, в принципе, может выпасть несколько из поля зрения при расчетах, так как чисто визуально слон цементирует сам себя. И в этом случае его положение смотрится весьма занимательно. Но, на самом деле, мы присмотримся, если опять-таки к объектам, то у белых четкая, ясная цель. Они хотят постепенно улучшить позицию своих фигур. То есть, ладья идет на А5, король идет к центру. И черным нужно опять-таки следить за этими слабостями. Весьма неприятно. Слон ограничивается как раз-таки именно пешками по белым именно полям. То есть, именно отнимают много полей белые пешки. И, конечно, позиция становится несколько неприятной на ровном месте. То есть, здесь уже требуется очень аккуратная игра. И так видит, в общем-то, и играл король Е7, ладья А5. Ладья Ц6, нет, ладья Ц6, он как раз-таки не сыграл. Он сыграл король Д8. И это явилось достаточно серьезной ошибкой. Что же нужно было играть взамен? Какую идею предложить? Ну, конечно, стоило попробовать все-таки встать, так сказать, в пассивную стойку. И белые усиливались бы ходом слон А4. В этом случае ладья бы перебиралась на Б6. Ну и, скажем, после ладья БЦ5, ладья бы проникала на Б4. И выясняется, что после, скажем, хода слон Б3, черный король начинает сближаться с центром. И пешка на Ц4 на самом деле просто-напросто падает. Потому что впоследствии слон переходит на Е6. И, в общем-то, черные имеют возможности сыграть как А5, А4, так и, в общем-то, в некоторых вариантах даже съесть сразу. И в этом случае, ну, говорить о каких-то больших перевесах смысла нет никакого. Потому что какие-то идеи типа H5 могут просто парироваться уничтожением количества пешек на доске. Что, в общем-то, целит, опять-таки, к ничейным тенденциям. Ну и предстать как-то к каким-то слабостям здесь очень сложно. То есть, такой вот маневр черных был. Хороший сброс этой пешки в нужной редакции, опять-таки. То есть, ваша защита, когда вы защищаете худшую позицию, периодически вам нужно искать именно активные способы защититься. Итак, после хода ладья Б6 у белых, конечно, здесь еще были ресурсы. То есть, скажем, ладья БЦ5, ладья Б4. И вот, скажем, белые могли пойти вот на эту позицию. Но в этом случае, скажем, слон С4, ладья БЦ7, король Ф6, пешка на 2 провисает. Поэтому играем А3, ладья Б2, скажем, опять-таки, отрезая короля от центра. Ну, белые, конечно же, улучшали свое положение. Но, однако, опять-таки, черные должны будут стремиться к размену всех пешек. Опять-таки, вот можно сделать ход А6. Ну, и, скажем, какой-то приблизительный вариант, который, по большому счету, скорее всего, вел бы все-таки к равной позиции. Пешка А может, конечно, продвигаться. Но далеко она, в общем-то, не уйдет. Очень сложно такую пешку проводить, когда такая активная ладья. Более того, надо всегда помнить о том, что черные могут после Ж5 где-то активизировать своего короля. Поэтому, в целом, вот такая вот активная возможность отведит, а она почему-то у него как-то испарилась в своих расчетах. Ну, что же, такое случается, когда, особенно длинные-длинные партии, длинный-длинный турнир, бывает, что очень тяжело принимаются подобные решения в простом состоянии, в легком состоянии, ты бы, не задумываясь, их осуществил. Но ход король Д8 объяснить очень сложно, потому что теперь пешка на Ц5 падает бесплатно, и пешка становится действительно чистой и натуральной. Здесь уже компенсации говорить сложнее, и черным предстоит теперь не то чтобы тяжелая защита, скорее всего, эта позиция уже близка к технической выигранной, потому как белые могут дальше усиливать свое положение. Ну, и, в общем-то, черные стали, так называемый, полный пассив, сыграв словно С8. И здесь Сергей, в общем-то, вел хорошо партию, улучшал положение своих фигур. Конечно, мы не будем говорить о каких-то совсем нюансах, потому что их очень сложно выделить, как сказать, в быстром режиме, в блиц-обзоре, так сказать. Но, тем не менее, Сергей вел партию здесь очень качественно, и мы видим, как быстро он активизировал собственного короля и предложил черным вот такую вот структуру, где все равно, несмотря на небольшое количество материала, и, казалось бы, опять-таки, все пешки стоят у белых на белых полях, то есть, что обычно в Эншпеле делать не рекомендуют, на самом деле, опять-таки, идет везде ограничение, и чистое понимание, такой карповский стиль в этой партии знаменовал именно вот эту хорошую победу. Итак, ну что же произошло дальше? Шайх привязались, и слон В1. Здесь, конечно, было масса у белых других вариантов, чуть более, может быть, четче сыграть, но, опять-таки, это все лишь слова. Итак, слон В7, ладья Ф5, белые предложили, размен от которого уже невозможно отказаться, и вот ошибка в виде-то была в том, что, в принципе, он играл и по партию слишком пассивно, слишком зажат, то есть, ему стоило искать любую активную возможность, любую активную защиту, а так получилось, что, по сути дела, он попал под такой, в общем-то, каток, который просто спокойно, неторопливо работает, а взамен мы ничего не имеем. Итак, поменялись на Ф5, и теперь у белых образовались две важные проходные в этом слоновом меншпиле, по сути дела, как говорят, штаны, и дело здесь оказалось несложное для белых, отмечу, что теперь они две пешки начали вести ферзи, ну и, в общем-то, дальше Сергей Партют провел очень, как я уже сказал, качественно, провел пешку на С6, провел пешку на С7, нет времени на король Д6 и заход ДФ6, то есть белые везде контролируют любую возможную активность, и в этой позиции, черный сыграв А5 и опять-таки А4, отмечу, что какая-то белопольная симфония сегодня на доске была от Сергея, то есть очевидно, что он хорошо разобрал этот эншпиль у себя в домашних, так сказать, кулуарах, ну, в общем-то, король Д6, и здесь осуществив небольшое движение королем, можно сказать, даже треугольник, он осуществил следующий перевод, слон Ф1, очень учебный пример, его, конечно, надо показывать и смаковать, он, естественно, не для того, чтобы его быстренько вам на раз-два показать, тем не менее, слон идет на А3, таким образом, осуществляя идею хода Ф6, приковывая короля к пулю Ф6 навсегда. Итак, король Ф6, слон А3, слон приходит на А3, и король начинает возвращаться к пешке С, то есть слон на Ж4 прекрасно работает с проходной, защищает на Ф5 и одновременно следит за тем, чтобы король не двигался вообще, ну, и король, в общем-то, быстро прибежал и в этой позиции, не дожидаясь хода Ф6, видит, признал свое поражение, и можно сказать, что Сергей, конечно, сегодня блистал, в общем-то, и опять-таки классную партию провел. Надо отметить, что такие тяжелейшие турниры, они, конечно, вот приводят к подобным учебным порой примером, поэтому не будем строги к виде, то опять-таки пассивная оборона, она чаще всего именно приводит к таким последствиям, но я считаю, что это можно на его усталость как-то немножко сместить вот так вот поражение, потому как по-другому объяснить вот эту чересчур такую вот сдержанную игру не так просто. Ну что ж, друзья, всем вам большое спасибо за внимание, спасибо, что были с нами на протяжении двух недель, а то и больше, буду рад сильным комментариям, и, конечно же, увидимся снова, увидимся на новых турнирах, играйте в шахматы, будьте здоровы и, естественно, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч, чао.